В 1990 году в России была создана общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России», главным направлением деятельности которого стали повышения общественного статуса женщин и их роли в жизни страны. Своё региональное отделение в Ненецком округе появилось в 2010 году, но уже за этот период было сделано большое количество важных дел. В честь сразу двух юбилеев участниц движения наградили за вклад в жизнь региона и проделанную работу. Дорогие подруги, так называют друг друга собравшиеся. Маски закрывают улыбки, но глаза выдают искреннюю радость от встречи предстоящего мероприятия. Для каждой из присутствующих получить благодарность любого уровня – очень важная оценка проделанной общественной работы. Среди награждаемых самые активные женщины Ненецко-автономного округа, очень уважаемые, которые в своё свободное время отдают добру, благотворительности, теплу, любви всем другим людям, которые вокруг. В региональном отделении Союза женщин России свои высокие идеи сейчас отстаивают более 500 прекрасных участниц. Работа ими ведётся в самых разных направлениях. Самые глобальные и большие наши проекты – это, конечно, в первую очередь проект «Тёплый дом». Руководит им Алини Галина Фёдоровна, очень уважаемый человек в Ненецком автономном округе, в городе Наринмаре. Это у нас проводятся все мероприятия, благотворительные акции, шефства над домом престарелых инвалидов нашего округа. Нельзя не отметить, что инициаторами создания первых ТОСов в Ненецком округе стал именно Союз женщин России. На счету маленьких побед, всевозможные мероприятия и акции, нормативные акты о поддержке многодетных семей, проведённый образовательный проект «Мама-предприниматель» и другое. Здесь за каждой средней стоит целое направление в работе. И очень серьёзное направление. И мы можем только одно констатировать, что роль вашу трудно в нашей общественной жизни переоценить. Она очень значима. Да и вообще на женские плечи, чем дальше наше общество развивается, возлагается всё больше и больше задач. Кроме того, в Наринмаре ежегодно проходит церемония награждения «Женщина года». Одну из организаторов мероприятия, Людмилу Ардееву, наградили благодарственным письмом председателя Совета Федерации. Ну, женщина-мама, хозяйка. И сейчас в последнее время занимает большое место в обществе в целом. Поэтому я считаю, что женщины в первую очередь могут поддержать любые социальные какие-то направления, какие-то инициативы, какие-то новые проекты. Нагрудный знак и почётную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания России вручили Ангелине Ардеевой, человеку, внёсшему большой вклад в сохранение нинецкой культуры и семейных идеалов. «Предназначение женщины – это, прежде всего, жизнь. И вот Союз Женщин России, он даёт понять самую главную миссию женщины на земле – быть примером созидания, примером любви, примером мужества и примером хорошей жены». На хрупких женских плечах лежит важнейшая миссия – наполнять мир вокруг себя добром и любовью. И несмотря на то, что у каждой в этом зале есть семья, работа, повседневные заботы, есть у них и общественная жизнь, делая которую они понимают, что совершают благо не только для близких, но и для целого мира.